приветствую вас давайте разберем ваш вопрос я рассталась с мужем мы остались врагами он ведет себя ужасно агрессивно много обидно меня не хочет с нами общаться у него есть девочка легкого поведения на данный момент у нас есть общий ребенок он даже ее ненавидит использует ее словесно как оружие чтобы сделать мне больно мне очень плохо я хотел помириться сейчас я очень переживаю очень разочарованно что мне делать возможно ли что он вернется возможно ли он будет просить прощения и у нас отношения наладятся ну здесь есть два пожалуй таких основных аспекта вот первый аспект касается ваших личных переживаний того что вас это задевает вот вообще разочарованность касается неких ожиданий да вот человека и собственно какой то степени может быть а именно по именно по этой причине вам больно как вы говорите то есть ну здесь история такая что вы как мне кажется да чего-то от человека ожидаете да чего-то от человека ждете вот он как-то этого не делает вот он как-то не оправдывает ваши надежды не оправдывает ваши ожидания получается ну по сути вот и в общем-то вам от этого становится ну довольно плохо вот скажем так ну здесь история про то что вы накладываете на человека да а свои свои ожидания свои желания и в общем-то довольно редко из этого что чего-то чего-то хорошее получается вот поэтому здесь мне кажется задача заключается в том что пробуем преследовать этот момент момент того это то что вам нужно да она Нужно да момент того в чем вы нуждаетесь момент того в чем вы нуждаетесь момент того А вот, так скажем, чтобы вот как-то брать ответственность на себя за то, что вы хотите, вот это вот такой момент. Да, то есть эта история именно про ваши, ну вот, потребности эта история про ваше желание, эта история про то, как вы обращаетесь со своими чувствами, эта история про то, что вы, ну в том числе вот с ними делаете. С ними, с собой и так далее. Одно дело, если вы перекладываете когда-то всё на человека, да, говоря о том, что условно, ну, что он вам должен, говоря о том, что вы чего-то от него ждёте. Вот, и таким образом вы, конечно, в этом смысле становитесь сильно зависимым от него. Ну понятно, что может быть сейчас вам тяжело. Тяжело это будет как-то вот принять, да. Тяжело будет, может быть, как-то это понять. То, о чём я говорил, потому что, ну, вполне возможно, что он, как раз таки вот, по болезням, которую вы сейчас чувствуете, да? Та болезнь, которую вы сейчас ощущаете, вот она вам, вполне возможно, что он не даёт, как бы, ну, найти в себе ресурсы какие-то. Вот, поэтому, вот, само собой, да, что он, вот, первостепенная задача, это вот, проработка боли, да, которая у вас есть и проживание тех чувств, которые у вас есть. Сейчас вот присутствуют. Это, ам, такой аспект. Но это не единственный аспект, потому что есть ещё один довольно важный нюанс, который заключается в том, что отношения сами по себе не наладятся. То есть, вот, именно сами по себе. А, дело в том, что вы, ну, вы сами участвуете в отношениях со своим, мужчиной. Вот, и вы сами, со своей стороны, делаете какой-то вклад в то, чтобы они развивались именно так. Так, как они, ну, как они развиваются сейчас. Поэтому говорить о том, что человек, вот, просто начнёт просить у вас прощения, да, извиняться и так далее. Вот, ну, а мой взгляд, эта позиция достаточно незрелая. Вот, там что, там, допустим, чувство вины человека, да, он ничего не решит, не решит, не решит, не решает проблему. Вот. Наоборот, наоборот, скорее, проблема сохраняется. Вот, если, ну, если есть такое вот чувство вины. Поэтому, значит, гармонизация отношений предполагает, что вы сами, вот, что-то делаете, да. Вы сами как-то участвуете, ну, в процесс, скажем так, вот. То есть, вы сами меняете что-то в себе. Вы сами меняете что-то в своём, ну, в своём поведении, в своём отношении к мужчине, да, вот. И так далее. То есть, это не происходит как-то вот изолировано, что-то. Поэтому нужно подумать об этом, что вы делаете вы сами для того, чтобы, вот, ну, чтобы такого рода отношения, как у вас, чтобы они стали реальностью, вот. То есть, почему, вот, отношения, которые у вас, вот, сейчас сложились, да, вот, почему они стали во двой, вот. Именно, вот, именно, вот, с вашей стороны. Почему именно с вашей стороны? Дело в том, что, как нам обращаются вы, вот, и работать, ну, соответственно, работать. Мы можем только с вами, вот. И помогать, например, мы можем только вам. Поэтому я и говорю о том, что вам нужно вот как раз постараться, понять и увидеть, что вы сделали. Вот. Ну. Ну. Для того, чтобы эта ситуация стала возможной. и тогда у вас с большей долей вероятности появится шанс на то, чтобы что-то, что-то, ну, что-то реально изменилось. Вот. Вот вы спрашиваете, что делать, я могу задать вам такой встречный вопрос. Что делать, чтобы что-то, то есть, ну, вы хотите, чтобы ваш муж поменялся, как бы все понял, или вы хотите поменяться самым. Просто ждать от человека каких-то изменений, да? Это, наверное, наверное, не лучшая идея. Ну, в смысле, можно очень долго продать и остаться, в общем, ничем. Вот. 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 Чего бы мне, например, не хотелось бы, ну, для вас. Вот. Вот. Поэтому, соответственно, от негативных чувств, да, можно освободиться. Вот. Вот. Отношения можно проанализировать. То, что вы расстались с мужем. А у этого факта есть причины, что это все не без причины произошло. А вот. То, что вы расстались. И, соответственно, с этим нужно разбираться тоже. Вот. Вот. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Что-то позволит вам начать на собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго.